Всем привет, меня зовут Руслан и сегодня 23 февраля 2016 года с праздником, мужики. И мы с вами сегодня запускаем целую обоему видео, посвященного коллекционированию, именно коллекционированию игрового стаффа. И коллекционерам, людям, для которых вот это все, это большое увлечение и для многих даже стиль жизни. Начнем с вами со основ, а именно, какие бывают коллекционеры и чем они отличаются между собой. Будем рассказывать о нюансах, которые возникают в процессе коллекционирования, с которыми вы можете повстречаться. Есть приятные, есть не очень. Все вещи, которые вам могут пригодиться в собирании вот этого всего, они будут рассказываться на этом канале. Мы будем с вами делиться опытом, и я лично буду благодарен вам, если вы будете в комментариях оставлять тоже какие-то вещи, которые вы встретили на своем пути, да, и которые, возможно, не помогут в теле коллекционирования игрового стаффа. Можно сказать, что это будет так называемая вводная часть. Итак, есть несколько видов коллекционеров. Есть коллекционеры, их можно условно обозначить экскаваторы. Они грибут абсолютно все, неважно, там, лицензионная это игра, да, или это какая-нибудь, там, скажем, пиратка. Для них неважно, там, лицензионная это консоль, или нелицензионная, там, редкий это экземпляр, или нередкий. Им абсолютно все равно, они забирают все, что попадается под руку, и это собирают, и в это играют, безусловно. Есть другой вид коллекционеров, которые специализируются исключительно на каких-то новых вещах. нераспакованных, они покупают новые игры, новые консоли в боксах. И когда наступает время, они их потом довольно дорого продают, но при этом они не распаковывают игры, которые они покупают, они в них не играют. Где у меня еще запечатанная вещь? Как видите, я к этим коллекционерам практически не отношусь. Вот, видите, запечатанная игра. Есть эстеты, они коллекционируют бэушные игры, но для них критерием является то, что эта игра, которую они собирают бэушную, пусть даже бэушную, да, она должна быть в очень хорошем состоянии, без всяких там царапин, там, различных там сколов и всего остального. Но все приставки, которые они собирают бэушные, да, они как новые, там придраться не к чему. То есть, ну, их, можно еще их назвать перфекционистами, они очень строго следят за своей коллекцией. Вот. Но самое интересное то, что, как правило, чистых видов коллекционеров их просто не существует. Правило, есть помесь одного с другим. У кого-то чего-то больше, у кого-то чего-то меньше. Ребят, на самом деле, не важно, к какой группе коллекционеров вы себе относите. Важно помнить несколько правил. Для того, чтобы собрать интересную, богатую коллекцию и при этом не разориться, мой вам совет. Первое. Обзаведитесь списком того, чего вы хотите в итоге собрать. Да, вот, допустим, там, платформа Sony PlayStation 1. Я там на платформу PlayStation 1 хочу там собрать, например, там 5 игр. Там они по-любому должны быть в моей коллекции. Там на платформу Sega Mega Drive 2 у меня тоже там должно быть 2 картриджи, кровь из носа. Вот. И там в консоли должны быть только такие-то, такой-то группы там и так далее. Когда у вас этот список будет готов, с каждым днём вы будете делать всё для того, чтобы эти вещи появились так или иначе в вашей коллекции. Вот. Это первый совет, который вам поможет в этом интересном увлечении, в этом хобби. Совет номер 2. Никогда не покупайте ничего нового. Никаких игрушек, никаких игровых приставок. Сейчас я просто прошу вас поверить мне на слово, а чуть позже я сделаю подробный обзор, почему этого делать нельзя и почему это неэффективно. Ну и совет номер 3. Откройте маленький бизнес. Сейчас на своём хобби, на своём увлечении вы будете получать от него удовольствие и какие-никакие будете зарабатывать на этом деньги. Если вы спросите, почему я занимаюсь этим делом, я отвечу вам, что это хороший вопрос. Я думал над этим, да, почему вот именно сейчас, мне 33 года, да, я занимаюсь вот коллекционером всего этого, у меня там порядка 200, а может быть даже и больше, лицензионных игр от различных консолей. У меня 18 игровых приставок различного вида. В детстве я когда-то очень хотел, чтобы у меня была там... сначала хотел, чтобы у меня был Спектрум, потом я хотел, чтобы у меня там было Денти, потом, когда появилась Сега, я хотел, чтобы у меня появилась Сега. Но нюанс заключался в том, что я никогда не получал желаемое именно тогда, когда я этого хотел. То есть всегда до выхода там новой консоли и того момента, когда я в неё уже мог поиграть, проходило года три. По сути, уже все там наигрывались в эти консоли, а я только получал эту консоль. Вот. И, наверное, суть в этом, что теперь у меня есть возможность исполнить свою мечту. Пусть это детская мечта, но, ребят, надо найти в себе силы, найти место для своего хобби, для своего увлечения. На самом деле это очень важно. Даже детские мечты, они определённо должны сбываться. На данном встрече увидимся, дальше будет интереснее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, там много интересных вещей, много интересных людей, которые обмениваются мнениями, общаются. Группа развивается, она растёт. Я думаю, что с вами у нас это получится. Всем до новых встреч. Что может вам пригодиться в дальнейшем? Блин, я совершенно не знаю, как это делается, парни. Как выступать на видео, мне вообще непонятно. Вот, но... Ребят, на самом деле абсолютно не важно, к какой группе вы коллекционеров себя относите. Важно, что... Вот... Важно, что... Что важно, блядь... Коллекционеры, в основном коллекционеры подразделяются на три вида. Экскаваторы, их условно можно так назвать. Хрень какую-то несу.